Валерий Седов В Рязани смягчили коронавирусные ограничения на территории региона. Такое распоряжение дал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Теперь с 1 апреля режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет, которые не находятся в трудовых отношениях. Рязанцам старше 65 лет, находящимся в трудовых отношениях, а также лицам, имеющим хронические соматические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Такие меры введены с 1 по 18 апреля 2021 года. До этого же дня сохраняется и запрет на работу заведений общепита с часа ночи до 6 утра, за исключением обслуживания на вынос. А пока коронавирусные ограничения остаются, еще 10 школ отправили на карантин. Теперь он действует в 22 образовательных учреждениях, 5 детсадах, 10 школах, 4 СУЗах и 3 ВУЗах. Всего в регионе известно о 73 278 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевания. Почти 1400 человек находятся под медицинским наблюдением. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 26 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19. Уровень воды в Оке начал стремительно подниматься. В районе местечка Остров едва не пострадал понтонный мост. Сотрудники дирекции благоустройства города сегодня его удлинили, загодя оставленными наплавными звеньями. Еще пару дней назад они просто прикидывали, каким будет уровень реки через неделю, но уже сегодня объем выше нормы на полтора метра, и вода, все прибывает. В дирекции благоустройства мониторят почти ежечасно. Опасения в первую очередь за мосты и понтоны. Этот, к местечку Остров, оказалось уже готов к самостоятельному путешествию. Если бы не лед. Денис, давай посмотрим, как он выплывет. Все, оталон. Оталон. Ну, в ту сторону, а это наоборот. Саш, в ту сторону крути. Дополнительные звенья моста предусмотрительно покачиваются рядом. Этот инженерный тени толкай по выравниванию. Работа, которая, конечно, не убежит в лес, но вполне может уплыть вдаль. Впрочем, нет. Не в этот раз. Там пошла, у них... Пошла. У них не хоть как-то. Так, пошла. Все, все. О, я не волнусь. Кто-нибудь получится. А если серьезно, то главные враги этого понтонного моста – местные хулиганы, которые так и норовят отсоединить одну из секций и сделать из нее свой личный плод. А с техникой безопасности в этом районе как-то не очень. Они отвязывают эти понтоны и пытаются на них кататься по воде. Очень часто бросались понтоны, они отгонялись в вечернее время в воде. И потом очень тяжело их было доставать. Просто это огромные проблемы. И плюс, самое главное, это безопасность детей. Прошлая зима в Рязани была малоснежной. В большую вода так и не превратилась. В этот раз все серьезнее, но коммунальщики к любым неожиданностям уже готовы. Опыт подсказывает. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Выходные дни не обошлись без происшествий. Кто-то пренебрегает правилами дорожного движения, а кто-то собственной безопасностью. Сводку происшествий расскажет Анна Герцовская. Казалось, тема с экстремальной ездой на поездах постепенно остается в прошлом. Однако в это воскресенье произошел случай, унесший жизнь рязанского подростка. Примерно полседьмого вечера в районе путепровода на Первомайском проспекте 13-летний мальчик залез на крышу состава, где получил смертельный удар током. Подросток упал на площадку между вагонами. В то же время поезд тронулся и доехал до станции Рыбная, где около восьми вечера обнаружили тело мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета на транспорте. Кроме этого, за прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и девять человек получили травмы различной степени тяжести. Одна из аварий случилась в воскресенье в Рыбновском районе около пяти часов вечера на 174-м километре автодороги М5 «Урал». 33-летний житель Рыбновского района, управляя легковым автомобилем «Мерседес», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и две пассажирки в возрасте 33 и 42 лет от полученных травм скончались на месте дорожной аварии. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Кроме этой страшной трагедии, в регионе произошла 81 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 7 866 нарушений правил дорожного движения, в том числе 33 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, на территории региона выявлено 12 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и 86 нарушений пешеходами. Выдано 5 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах. Анна Герцовская, телекомпания «Город». С 1 апреля в Рязанской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Весенняя охота». А пока сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области напоминают о необходимости соблюдения самих правил. С 1 апреля на территории Рязанской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь. В целях пресечения фактов нарушения законодательства, регулирующего порядок и условия проведения охоты, правила хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, в Управлении Росгвардии по Рязанской области запланировано проведение профилактических мероприятий. При нахождении в охотничьих логий при себе необходимо иметь разрешение на оружие, охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также путевку в конкретное водохозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Дичь, добытая незаконным путем, конфискуется. Сотрудники подразделения лицензионной разрешительной работы напоминают, что в ходе охоты запрещается носить огнестрельное оружие, если гражданин находится в состоянии опьянения, а также передавать свое оружие третьим лицам. Запрещается применять оружие на расстоянии ближе, чем 200 метров от населенных пунктов, открывать огонь по информационным знакам, производить выстрелы вблизи электропередач, загонять дичь таким образом, что охотники находятся с разных сторон и имеется возможность попасть в другого человека. В настоящий момент на территории Рязанской области зарегистрировано более 30 тысяч владельцев охотничьего оружия. За период проведения профилактических мероприятий «Осенняя охота» к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия было привлечено 25 граждан. Из них 19 человек нарушили правила охоты, регламентирующие рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Еще шестеро нарушили правила хранения и перевозки оружия. За различные нарушения, связанные с оборотом оружия, у граждан изъяли 4 единицы гладкоствольного оружия. Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. На вход идет и интернет, и телефонные звонки, а есть приверженцы старой школы, которые пользуются уже проверенными методами. Так полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в хищении смартфона под предлогом «позвонить». Казалось, что люди уже знают обо всех способах мошенничества, что не стоит поднимать брошенный кошелек или давать позвонить первому встречному. Но всегда найдется добрая душа, которая поможет мошеннику в трудную минуту. В городе Кораблино к 27-летнему мужчине подошел незнакомец, который попросил позвонить. Мол, у самого телефон разрядился, а с родственниками нужно срочно связаться. Мужчина незнакомцу помог, сам разблокировал смартфон и передал в руки. Незнакомец приложил телефон к уху, сделал пару шагов и убежал в подъезд. Когда мужчина бросился следом, то в подъезде он никого не нашел. Оказалось, что подъезд в доме был проходным, и мошенник просто выбежал с другой стороны здания и скрылся. Тогда Кораблинец обратился в полицию. Оперативники получили сведения, что в городе Рязани мужчина на улице пытался продать с рук в смартфон похожей модели. Причем продавец спросил за новый телефон подозрительно низкую цену. После этого, показав бдительным рязанцам фоторобот злоумышленника, полицейские установили, что к мошенничеству причастен 26-летний житель города Кораблино, который несколько раз подолгу жил в городе Рязани. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Уже в отделении злоумышленник признался, что специально поджидал кого-то у сквозного подъезда. После кражи он уехал в областной центр, где попытался продать телефон случайным знакомым. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Валерий Седов, телекомпания, город. В Рязанском доме Белого Аиста нелетная пара отложила яйца на месяц раньше своих сородичей, проживающих в дикой природе. Теперь ученые ожидают появления птенцов прямо в помещении. Это, пожалуй, будет впервые в практике орнитологии. Строительство этого гнезда началось еще в феврале, когда за окном стоял 30-градусный мороз, а в помещении у пара Аистов было минус 6. Постройка получилась внушительная, диаметром полтора метра. Ее сделали прямо на полу зимнего домика, натаскав туда полтонны веток и сена. Высота постройки сейчас уже метр, однако Гоша продолжает упорно строить. Этот год у нас в Рязанском доме Белого Аиста начался очень интересно. В частности, нелетная пара самочка Руслана и самец Гоша, которые размножались у нас уже в прошлом году, они сделали необыкновенную раннюю кладку на месяц раньше срока. Мы предполагаем, что это связано с тем, что зимовали они в домике, которые более чем наполовину сделаны из стекла. У них был естественный световой день, но теплые условия и избыток пищи. Это могло спровоцировать раннее начало размножения. Птенцы у пары появятся примерно через две недели. Когда станет теплее, молодняк отсадит в летний вольер, где они смогут гулять. Позднее, когда Аисты подрастут, птицы выпустят в дикую природу. А вот этот Аист Фунтик – это прошлогодний птенец Гоши и Руслана. Это самочка, у нее травмировано крыло. Здесь ее еще называют Фунтия. Она не летает, поэтому живет здесь. Для нее тоже уже нашли пару. Это у нас Аист Петя, Петр. В прошлом году приехал из Питера, из реабилитационного центра «Велес». Предполагалось, что он хорошо летает, что мы его выпустим потом. Но оказалось, что у него тут впоследствии старые травмы крыла. Летает он плохо, и он у нас навсегда останется здесь. Образует пару с самочкой уже для него готово. И мы надеемся, что будет дальше тоже успешно размножаться. Всего в Рязанском доме Белого Аиста сейчас шесть птиц. Вот это самая пугливая пара Мартина и Клара. Их только привезли сюда из Москвы. Они еще привыкают к новым условиям здесь. Это сложившиеся пары. Они должны тоже здесь загнездиться в этом году. По крайней мере, на это надеются орнитологи. Эта пара у нас здесь находится недавно. Сегодня всего лишь третий день. Их зовут Мартин и Клара. Клара – девочка. Это вот та птичка, у которой крыло висит. А это вот Мартин. Они к нам приехали из московского агнитария. Там они находились несколько лет. Составили пару. Там был еще один у них летающий самец. Ну вот, девочка выбрала такого же неспособного к полету самца, как она сама. Они демонстрировали парное поведение. Показывали этому третьему самцу, что он в их союзе лишний. Гнездо в московском орнитарии Мартин и Клара, правда, не построили. Там для этого не было условий. Однако здесь, в доме белого аиста, все для этого есть. Так что орнитологи надеются, что со временем в Рязанской области популяция аистов увеличится. Олеся Катрувская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте. город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова